Добрый день, друзья! С вами Кура в Мегаполисе И сегодня я хотел бы немного рассказать о перепелах Я думаю, это видео будет полезно начинающим птицеводам, которые решили заняться перепелками Вот у меня здесь две клетки Общее количество перепелов 80 штук Половина девочек Половина мальчиков Ну и я хотел бы немного рассказать о затратах на их содержание В первый месяц я купил для них комбикорм, бройлерный старт Ну, по идее, перепелов в течение первого месяца нужно кормить бройлерным стартом Чтобы они быстро развивались, набирали массу Особенно мальчики Ну, взял я мешок 25 килограмм Думаю, наверное, на месяц им хватит В итоге они этот мешок съели за три недели Я не стал покупать еще один мешок старта Но думаю, сколько они его будут есть Мальчиков нужно будет резать Девочки должны нестись Не буду я кормить их комбикормом В котором находятся антибиотики И также к акцидистатике В общем, я купил обычный перепеледный комбикорм Тоже 25 килограмм И этот мешок они уже съели за девять дней То есть практически за месяц Да не практически, а за месяц Они съели 50 килограмм комбикорма Вот Норма потребления сейчас Вот им на данный момент 5 недель Сейчас они едят 30 грамм в сутки Каждая перепелочка Норма кормления Ой, я не сказал, что это Феникс золотистый Норма кормления Феникса золотистого 40 грамм в сутки То есть на мое количество перепелов Мне в месяц нужно 96 килограмм Каждая перепелка съедает На 31 рубль 20 копеек Ну, исходя из наших цен Ну, фактически, я думаю, что они будут съедать и больше Вот И Глядя на этих обжорок Возникает вопрос Разорят они меня На корме Или Принесут прибыль В итоге Но эти малыши Еще пока не могут мне дать На мои вопросы Ответы Ну, мы можем спросить У перепелок Которые уже Давным-давно несутся Это Перепелки породы Эстонской Сейчас им 7 месяцев Мы пройдем в другой птичник И все у них узнаем По этому поводу Теперь мы перебрались в другой курятник Это мой маленький курятник Как я его называю Пробник Здесь 5,5 метров квадратных Но здесь уживается достаточно большое количество птиц Перепелкам им уже 7 месяцев на данный момент Видите, они уже лысенькие, старенькие Хотя у них тут нет петушков Они сами по себе уже Сейчас линяют Но несутся исправно Вот Два дня я не собирал яйца Вот Видите Сколько здесь яиц Это за два дня Ну, вчера они снесли 13 яиц Позавчера 14 Два дня назад снесли 15 яиц Их у меня здесь 17 штук Я напомню Вот Ну и что я хочу сказать О перепелках Перепелочки мои молодцы Работают исправно Несутся Хотя яйценоскость у них падала С приходом осенних холодов Они уже вот жаль У меня здесь с курами Вот сейчас я курочек угостил яблоком Кушают яблочки они Вот Петя мой Один из следующих моих роликов Будет посвящен вот этому Петюнчику Он у меня отличился Есть что о нем рассказать Пока буду снимать, скоро рассказывать о перепелках В общем С приходом осенних холодов Куры же у меня там в вольере На улице Живут Здесь вот эти два маленьких окна Они были открыты И несмотря на то, что здесь обогреватель работает Все обогревает Ну, сквознячок Все дела Температура скачет Днем теплее Вечером холоднее Мои перепелки стали нестись хуже Хотя я подумал, что они старенькие Поэтому несут хуже То есть было 10, 8 Там 11 яиц Даже знакомый Птицевод Юра, тебе привет Мне сказал Ну, наверное, они уже старенькие Посмотри, какие у них попки Если у них попки в узелок То, значит, эта перепелка не несется Ну, посмотрел я на эти попки Смотрю А попки мне все улыбаются Ни одного узелка я не увидел В общем, я их всех оставил Продолжаем за ними наблюдать Ну и вот теперь сейчас минусовые температуры на улице Я эти окна уже закрыл И здесь такая стабильная атмосфера Получилась То есть никаких сквозняков тебе Кроме вентиляции Здесь достаточно тепло Вот сейчас у нас на улице минус 6 В курятнике Вот я сейчас вам покажу Какая температура В курятнике сейчас Ну, практически 18 градусов И мои перепелки опять стали нестись хорошо Теперь покормление Последний мешок для них я купил еще в сентябре 18 сентября я этот мешок начал Вот они его едят Тот мешок они сами себе купили То есть мои перепелки себе на корма зарабатывают В сентябре они заработали 1440 рублей Это то яйцо, которое я продал Ну, не считая того, что мы съели Мешок комбикорма 40 килограмм Стоит 1040 рублей То есть даже еще осталось 400 рублей Вот Ну вот они этот мешок продолжают есть Я сейчас остатки взвесил Там осталось 11 килограмм 700 грамм То есть еще они будут его кушать Вот сегодня у нас 2 ноября Ну и на сколько-то дней еще на ноябрь этого хватит Скажу, что норма потребления корма у эстонцев 30 грамм Ну фактически они у меня кушают больше Корм у них есть там постоянно И фактически они едят в сутки 36 грамм Вот В этом месяце Ну я вот говорил же, что они чуть хуже снеслись Ну заработали там 1100 рублей Корм им сейчас не нужен И эти денежки пойдут на электричество На электричество, которое потребляет этот курятник Ну и на данный момент у меня задача Прийти к оптимальному количеству перепелов Так как на данный момент спрос опережает Спрос опережает предложение И мне их нужно уравновесить Ну и также хочу заняться уже разведением перепелов Чтобы можно было продавать инкубационное яйцо Всем удачи, ребята Всем пока Увидимся на канале Куры в Мегаполисе Ставьте комментарии, лайки Не забывайте подписываться на наш канал Всем добра